Каждая телекомпания, даже такая молодая, как наша, имеет историю. Пусть и маленькую, но свою. Эта история состоит из рабочих моментов, самих сюжетов и телевизионных программ, ярких воспоминаний и, конечно же, достижений. А еще у телекомпании РТК «За Байкалье» есть предыстория, о которой помнят наши старожилы. История телекомпании РТК «За Байкалье» плавно вытекла из истории телекомпании «Альтес». В декабре 2019 года мы сняли погоду. Вот на этой вот ставочке я выключил свет в павильоне. Собственно, на этом и закончилась история телекомпании «Альтес». Но началась другая история. Закупали оборудование, строили декорацию, сами белили, красили, сами убирали старое, заносили новое. В общем, дел было очень много. Сейчас телекомпания РТК находится в таком развитии, с хорошей динамикой. Мы уже о себе заявили. Но я думаю, что мы заявим еще ярче о себе. Для того, чтобы стать ярче, мы со своей стороны прикладываем все усилия. Например, операторы. Эти люди с камерой работают почти без выходных. И при этом чувствуют самые яркие моменты, стараясь поймать их в объектив. А для того, чтобы выставить свет в студии, нужно особое мастерство. Редакция от операторского состава не отстает. Именно корреспонденты, вернувшись с выезда, вооружившись имеющимися кадрами и наушниками, создают текст, который станет потом основой телевизионного сюжета. И за каждым таким сюжетом стоит своя история, которую корреспонденту нужно донести до зрителя, порой преодолевая себя. Я очень боюсь собак. Очень боюсь собак. Ну, вот так случилось. Но необходимо было ехать в питомник, где, собственно, эти собаки бездомные содержатся. Их там огромное количество. Я была уверена, что они там все в вольерах. И как бы у меня это немножечко не сильно коснется. Мы заходим на территорию. Помимо вольеров там очень много собак ходит просто так. Просто огромные стаи. Они не очень были рады нам. Но поскольку это любимая работа, и я собралась, взяла себя в руки, мы все сняли. Несмотря на весь этот страх, я поняла, что я стала еще сильнее. Затем сюжет попадает в руки к режиссеру, который, пользуясь материалами корреспондента, собирает кадры воедино и первым видит на экране отснятую историю целиком. А чтобы правильно выстроить картинку, нужно ее прочувствовать, пропустить через себя. И это иногда самое сложное. Первое, что приходит на ум, это сюжеты о помощи больным детишкам. Это всегда трогает. Начинаешь думать о том, почему именно они это заслуживают. И просто сам весь вообще не на своем месте. Работа любой телекомпании не сводится только к созданию новостных сюжетов и телепрограмм. Есть здесь и еще одно очень значимое направление – прямые трансляции. Этот технически сложный процесс является одним из показателей развития телеканала. Растет количество выездных многокамерных эфиров. В этом году их уже проведено чуть более 20, и это еще не предел. Также были опробованы новые площадки, что каждый раз является для нас вызовом. Но для нашей команды нет нерешаемых задач. Так, в прямом эфире, только за последние три месяца, мы показали и чемпионат России по боксу, и соревнования по гимнастике, и прямой разговор с губернатором региона. Благодаря слаженной работе коллектива, с конца сентября забайкальцы могут смотреть наши новости и программы не только на 21-й кнопке, но и в эфире федерального телеканала ОТР. Прошла техническая большая очень подготовка к этому. Очень долго готовилась редакция в творческом плане, потому что много достаточно требований к контенту и выпуску контента вообще на телеканале ОТР. Но, наконец-то, запуск осуществился, и мы стартанули. В этом году штат телеканала значительно расширился. Пополнился он и за счет двух славных малышей, чьи мамы, Анастасия Шубина и Анна Бородина, с нетерпением ждут своего выхода на работу. А еще чуть больше недели назад на свет появилась молодая семья Васильевых. Согласитесь, огромное достижение. Свой профессиональный праздник, как и все остальные праздники, мы с гордостью встречаем на работе. Ведь мы работаем для того, чтобы наш зритель не остался в стороне от новостей и крупнейших мероприятий нашего края. Большое счастье для нас, как для телевизионщиков, это дарить всю ту атмосферу, которая происходит на площадке, дарить ее нашему зрителю. И когда мы понимаем, что мы сделали свою работу профессионально, что мы сделали ее на все 100%, вот для нас лучшая награда, и она дороже любых праздников. Екатерина Пешкова, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.